Всем привет, сегодня сделаю ратлин на щуку из DVD диска рисую форму ратлина переношу ее на лист пластика, делаю шаблон в длину ратлин будет 75 мм и в самом широком месте 28 мм также понадобится ПВХ пластик 9 мм, можно заменить деревом ПВХ пластик вырезал лобзиком, пилкой по металлу бока ратлина буду делать из DVD диску вырезаю отрезным диском на гравере сверлю отверстие под угрузку сверлю отверстие под угрузку 8,4,5 мм весом 2,2 мм и 0,36 г вес ПВХ заготовки ровно 5 г а с дисками 9,2 г примерно посередине между грузиками ставлю метку для петли а снизу ближе к первому отверстию вставляю шарики 8 мм и фиксирую пластилином чтоб не выпали также заведу два тройника в местах где они будут стоять на петле в месте верхней петли завожу иголку с ниткой теперь пора проверить как он будет себя вести в воде ратлин должен находиться в воде ровно или с небольшим наклоном в любую сторону один ратлин хочу грузить вверху дополнительными шариками 4,5 мм они должны придать более размашистые покачивания боками при его погружении в этом ратлине задний груз я сместил на 2 мм к хвосту замешаю 5-минутную эпоксидку намазываю пластик и приклеиваю диски огружаю заклеиваю второй бок наivamente картошом закрашиваю пвх картошом закрашиваю пвх гравером немного округляю края а переднюю часть делаю просто плоской снизу также снимаю края снизу вручную доложу наждачной бумагой сверлю отверстие под петли сверлю отверстие под петли вручную проволоку 0,8 мм которую покупал в алиэкспрессе откусываю примерно по 10 см делаю петли наносу быструю эпоксидку и вкручиваю белым маркером рисую жаберные крышки на один ратлин наклею голографическую пленку в виде чешуи пока смотрел на экран камеры чтоб не потерять фокус неправильно отрезал выобразовать было жалко так что клеить буду против чешуи лишнюю отрезаю и жаберные крышки тоже вклеиваю глазки 5 мм фрезой вначале сделаю небольшое углубление это позволит улучшить игру ратлина на равномерке такую технологию использую Дайва в своих ратлинах на остальных двух ратлинах применю люминофор в прошлом году я делал так в самодельной блесне люминофор хорошо светится в ультрафиолете и в темноте чем я привлекаю щуку и окуня что не раз проверено на рыбалках люминофор развожу в уфе смоле с помощью зубочистки ставлю небольшие точки закрепляю уфе фонариком с помощью проволоки делаю держатель одеваю ратлин и фиксирую его в петлях зажимаю в шуруповерте сегодня буду тестировать эпоксидную смолу повышенной твердости с временем затвердевания 5 часов такой смолой покрывают нить которая держит кольца на спининге ссылку на смолу где покупал оставлю в описании на один ратлин развожу по 1 грамма каждого компонента равномерно распределяю кисточкой с помощью резинки затягиваю узел тем самым включаю шуруповерт на пару часов спустя ночь проверяю смолу на твердость смола считаю достаточно твердая вверх и низ замотаю наждачной бумагой с баллончика немного стравлю краски в аэрограф произвожу покраску на носу второй слой эпоксидки потонче так как они могли показать какая дружеска теперь в конец огурачивания наносу второй слой эпоксидки потоньше добавлю красного люминофора на тройники вот и ратлин на щуку готов а так он будет светиться в темноте вес ратлина получился 17 грамм шумящий вышли с тестом пешего на ближайший водоем, где водится щука, 6км от дома поставил 4 жерлицы и взял с собой ратлин, чтобы обребить его посмотрим как он играет подо льдом звук камера пишет плохо под водой и вода мутновато, но разглядеть все же игру можно при подрыве удильником активно покачивает боками и уходит в сторону и также при свободном падении покачивает боками как сойдет лед покажу как играет ратлин на аронов мерке и разловим его некоторые блогеры в своих видео жалуются что у них рыба в лунку не влезает, у нас такой проблемы не наблюдается за 8 часов рыбалки на уху чуть дубы лев кушка щука на жерлице молчала ребята если видео по изготовлению рад ли вам понравилось оцените лайком спасибо за просмотр всем пока спасибо 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 спасибо